какой-то уже в районе наверное 20 инвест 3 друзья сумма у нас сегодня 19 600 но на эти 19 600 мы обязаны купить минимум одну акцию яндекса потому что такого был заказ вчерашнего кстати еще немножко пролился яндекс да сейчас хорошей мне кажется на что покупать яндекс поэтому даже один я куплю с удовольствием а может быть мы рассмотрим покупки покупки и большего количества акций яндекса как обычно в понедельник немножко пролился рынок как обычно в понедельник мы чуть-чуть чуть-чуть не успели на небольшую распродажу но сегодня сегодня в целом рынке немножко растут не то чтобы до хрена но чуть-чуть растут на фоне осторожных оптимистичных новостей о коронавирусе во-первых все больше появляется надежды что хотя штамм омикрон очень быстро распространяется и захватывает весь мир но он совсем не такой опасный намного менее опасно чем стандартный коронавирус чем другие штаммы там дельта штамм вот эти стартовые штаммы вот и может так случиться может так выйти что все им переболеют что он быстро пронесется по миру этот омикрон но переболеют легко ну то есть как что-то вроде обычной простуды и после этого штамма останется естественный иммунитет который будет бороться не только с омикроном но и с другими штаммами то есть такая надежда на насколько понимаю все больше кроме того сегодня анонсировали два новых лекарства против коронавируса не прививки а именно лекарств когда ты уже заболел чтобы ты не умер вот съешь лекарства и твои шансы повысятся поэтому аккуратненько сегодня оптимистично рынке растут вот видно вот видите вверху верхняя строка мост биржа кстати чуток просела может быть на фоне выступления путина сегодня путин выступал по прямой линии я не выступаю пять дней в неделю по прямой линии он выступает раз в год сразу видно кто из нас работяга вот и я не смотрел еще выступление потом почту я не буду смотреть а потом просто почитаю смотришь ты хуйничай почитаю выдержку зато но в долларах он вырос то есть в рублях он упал в долларах вырос это шо у нас доллар доллар подешевел а наоборот рублик немножко подрос может быть он что-то сказал такое мирное но америка выросла почти на процент nasdaq вырос почти на процент битку короче сегодня все подросло такое осторожный оптимизм однако яндекс пролили ладно давайте посмотреть я заранее подготовил небольшой шорт-лист еще до ваших советов это то что я собирался присмотреться сегодня к покупке и может быть вы мне еще накидаете идеи значит идея номер один такеда то что мы немножко купили в прошлый раз на прошлом стриме мне такеда кажется очень интересная идея вот неделю назад он был дешевле такеда мы ее брали дешевле она немножко подросла но она все еще на дне такеда это такой гигант фарм гигант она существует множество лет и мы можем быть уверены что она будет будет существовать еще много лет и все у него будет нормально сейчас не лучшие времена но тем не менее я уверен что акции еще вернуться поэтому такеду я серьезно рассматриваю к покупке это прекрасная компания с хорошими показателями такеда мне прям нравится тем более что у нас немного на 220 долларов такеда у нас почем нынче по 1376 ну запишем для ровного счета по 14 такеда почти раз давай на сети посмотрите сколько у нас всего денег сколько у нас всего доступно денег с учетом всех пополнений вот у нас 30 тысяч но 5 уходит на яндекс 4 500 у нас остается примерно 25 тысяч но это кстати 300 баксов это 300 баксов войны не будет до конца года до конца года я ничего не будет вторая компания которую я сам себе выделил чтобы посмотреть а сегодня это blizzard ребята наш с вами любимый blizzard сука начал отрастать начал отрастать падла начал падла отрастать не успели мы взять по 56 по 57 и ну и есть все предпосылки к тому что он продолжит отрастать и я как раз вот спохватился поздновато надо было на самом деле неделю или две назад брать blizzard что-то поздновато спохватился что он рано или поздно то не отрастут наш любимый blizzard но даже сейчас мне кажется все еще все еще это только начало роста что он еще вернется каким-то значением ну до 80 я практически уверен что на каком-то обозримом будущем вернется не знаю что там насчет 100 100 это конечно под вопросом но до 80 должна вернуться вот blizzard мне прямо сегодня интересно но это гаденыш посмотрите он ну прям за две недели баксов почти на 10 вырос это это многовато ладно давай запишем blizzard 65 65 баксов следующая акция которая сам себе выделил microsoft это возможно акция которая сегодня перечеркнет все наши планы я очень давно хочу купить наш портфель компании microsoft просто потому что microsoft потому что она охуительно точно очень клевая проблема в том что нас сука дорогая вот догаденыш а тоже на пятнаху вырос тоже на пятнаху вырос microsoft но у меня нет никаких сомнений что примерно вот этот тренд который мы здесь вот видим что он пойдет дальше может он чуток замедлится может он год пошатается по сидит боковике но в принципе я уверен что вот как вот сейчас так дальше и будет может быть просто немного замедлится конечно ну перед крахом тут комов тоже люди так думали но между крахом тут комов и текущим microsoft там совершенно совершенно разные вещи не сопоставимые тогда причины краха были в основном том что не глядя закидывали деньги во все что связано с интернетом microsoft и стабильно работающий бизнес который стабильно приносит деньги то есть это не что-то там такое шаткое не ощутимое неосязаемое нет вполне конкретная вещь которая приносит вполне конкретные деньги и убийца m&d в портфель чего кто кого чего как то куда павел чем поподробнее пожалуйста вот и я бы хотел купить microsoft на microsoft практически все наши деньги это 335 долларов до 335 долларов это вот сколько допустим я хочу купить 35 долларов до 25 ну да это все наши деньги на сегодня еще мы с прошлого раза отложили это получается но все наши покупки отменим если захотим сейчас купить microsoft но тем не менее зато мы его купим да я у нас будет лежать как и норильский никель которому купили тоже ладно мы давай давай по 335 долларов microsoft давай 335 сейчас будем выбирать так и тенте и тенте продолжает продолжает потихоньку как вы продолжать начинает потихоньку выбираться из задницы от гаденыша вот гаденыш но и у нас вы тоже немного тенте 124 доллара немного но тут что-то так отрос так отрос вот по 22 не взяли не взяли по 22 наверное сегодня тенте даже не буду записывать шорт-лист потому что он что-то как-то вымахал зараза хотя ну вполне возможно что это не предел вполне возможно что это не предел но компании все еще довольно шаткое положение все еще довольно много долгов поэтому брать компанию с такими неоднозначными показателями на горке не хотелось бы так верайзен 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 как и тенте в принципе все телеком это уже мы чуть-чуть не успели добрать побольше но верайзена снимала у нас верайзен то не рядом с этим тенте верайзен на 211 долларов эти эти на 120 долларов я понял тебя павел так алибаба алибаба ну китай китай с китаем сука непонятно китай сука какое-то минное поле есть с 1 баба китай у нас немало наверное пока засуя сюда входить веком насчет веком а я так ничего не мог сегодня пять процентов вырос нихера себе интереснее ровно на 5 ровно 5.00 процентов так я и не успел посмотреть что делать веком я посмотрел там пройти анти протокеду посмотрел про виаком не успел смотреть пока его наверное тоже сегодня отложим так диснея на посмотреть с на этом все еще на дне но где снаю у меня тоже оптимистичное отношение потому что рано или поздно откроются парки рано или поздно откроются диснейленды они вкладывают много денег в disney плюс в стриминговый сервис чтобы конкурировать с netflix конкурировать с hbo макс ну и все таким прочим сейчас тисная выглядит недорого ну не супер дешево но недорого хотя с учетом того что их парки закрыты дешево не назовешь но опять же у нас если покупаем дисне не покупаем microsoft если стоит выбор я бы наверное выбрал все таки microsoft так и фас агро у меня на фас агро прям большие тоже вот оптимистичные взгляды на фас агро он зараза вымахал как и как я не знаю кто нереально вымахал фас агро фас агро но при всем при этом при всем при этом почему мне нравится фас агро потому что ну вероятно взлыхали что в мире сейчас развивается энергетический кризис дорого стоит энергия особенно зимой особенно зимой энергия стоит дорого газ стоит очень дорого и газпром на этом фоне вырос многие компании разоряются потому что нужно электричество или газ она стоит очень дешево они станции нерентабельный. Короче, нормально сейчас трясет мир от энергокризиса. А энергия, ее довольно много нужно, чтобы производить удобрения. Фосфорные, калийные и остальные всякие удобрения. Довольно много нужно энергии. И производство удобрений становится очень-очень дорогим. Казалось бы, это должно убивать компании, которые производят удобрения. Но без удобрений не может существовать современное сельское хозяйство. Это не просто так, ты его здесь посадил просто картофан, а вот здесь картофан с удобрениями выросла на 10% больше. Нет, там разница в разы. Разница в разы. Вот там, где ты картофан с удобрением, в несколько раз будет больше картофана. А некоторые вещи без удобрений вообще нормально не растут. То есть там даже не стоит вопрос больше или меньше. Там стоит вопрос, либо ты даешь удобрение и растет, либо ты не даешь удобрение и не растет. И это приведет к большому подорожанию еды, к продовольствию инфляции. в будущем, она и так таскаканула, и еще подрастет, потому что проблема будет с удобрениями. И, соответственно, наша российская компания, которая производит все виды удобрений, может стать бенефициаром этого. Все будут хотеть удобрения. Удобрения будут стоить очень дорого, и все они будут хотеть. Ильяс, разница между расписками и не расписками, на самом деле, похуй. Это вообще там незначительные, жалкие. Вот, соответственно, такой у меня сегодня шорт-лист. Фосагра 5500. Павел, а ты владеешь какой-то аналитикой по Майкросопту? Хороший ли сейчас момент брать Фосагра? Давай удалим то, что мы не рассматриваем. Ну и давайте, может быть, вы что-то предложите, какие-то идеи мне предложите. NVIDIA или AMD? AMD у нас есть, есть у нас AMD. По-моему, две акции. Они, ну, можно сказать, что в некоторой просадке, в некоторой просадке. Ну, учитывая, как они росли, две акции. У нас AMD на 300 долларов, на 92, а NVIDIA так выросла. Я даже не знаю. Она, конечно, растет и растет, растет и растет, но она так, зараза, выросла. И по ней прогнозы все улучшают. Ну, можно рассмотреть NVIDIA вместо Microsoft. Можно рассмотреть NVIDIA вместо Microsoft. Ну, я бы, наверное, все-таки выбрал Microsoft. А если в следующий раз у нас станет такой вопрос, может быть, мы рассмотрим к покупке NVIDIA. Вот. Итак, давайте, что вы там еще мне предлагали? MDT. MDT это турнир World Warcraft, Medtronic. Ну, вообще, капитализация огромная. Разрабатывает лечебные, диагностические, медицинские изделия. Основные продукты компании включают продукты для стимуляции брадикардии, управления, тахиотлечения, фибрилляции. Медики, короче, медики, которые сейчас выглядят как будто бы на просадке, да? Медики. Я вообще, если честно, впервые о них слышу. Это из Америки, да, медики? Капитализация очень большая. 136 миллиардов. Странно, что при такой капитализации я их никогда не слышал. Это, ну, прям, прям, прям. Так, PNE30, ну, ладно. Допустим, медики потенциальные. Долгов у них немного, рентабельность есть. Но медики-то всегда немного лотерея. Если брать бы медиков, я бы, может быть, взял Токеду. Дивдоход за 5 лет 89. Чего? Что такое средний дивдоход 89%? А, что такое? А, Payout Ratio, пардон. Это я Payout Ratio глянул. Короче, она почти все платит на дивиденды. Она стабильно-прибыльна. Стабильно-прибыльна. Дивиденды платит. Ну, слушай, интересная компания. Интересная, интересная. Я просто впервые о ней слышу. Я, наверное, если бы был бы в ситуации, что я сижу с деньгами и не знаю, что бы купить, я бы, наверное, рассмотрел бы ее к покупке. Но так как я о ней совершенно ничего не знаю, а у меня есть уже такие, ну, надежные идеи, которые мне самому нравятся, я, наверное, короче, где-нибудь себе запишу и как-нибудь почитаю, посмотрю там что-нибудь и приму решение. Так, ну, мы точно обязаны сегодня купить, минимум, одну акцию Яндекса, потому что обязаны, поэтому я прям немедленно покупаю. Но я акцию Яндекса от Rao задонатил. Для дивов интересное видео. Я не собираюсь брать им видео. Это мусор. Это трэш. Давайте быстро пробежимся. Может, мы что-то сможем усреднить сегодня из нашего портфеля. Новотек. Новотек, зараза, классный, но он, зараза, дорогой. Классный, но дорогой. Дорогой, но классный. Но классный, но дорогой. Компания хорошая, тоже занимается газом. Не совсем так, как и Газпром. Металлурги. При случае возьмем. У нас сейчас довольно много российского рынка. Пока мы, наверное, за российским рынком бежать не будем. Но нужно будет где-то до весны успеть еще подобрать всяких дивидендных российских акций, типа Газпрома, чтобы к весне, когда они вырастут, мы бы все это забрали. Все эти дивиденды, чтобы не в конце уже перед дивами брать. Это было бы не круто. Так, УКОЭЛ, Ростелеком, это все барахло. Что там ВТБ? ВТБ что-то на месте говно возит. Ну, мне кажется, ВТБ, кстати, может добирать. Он, наверное, еще себя покажет. Сбербанк тоже ждет своего часа весной. Норильский никель, как у нас себя чувствует? Так, Соу-Соу, средненько. Черкизон. Черкизон недорого, кстати, выглядит. Может быть, кстати, вот эти мясные компании, типа Черкизова и Русагра, столкнутся с тем, что в будущем, ну, не в ближайшем, ни год и не два, со временем пойдет отказ от мяса. Но мне кажется, это вопрос не сегодняшнего, даже не завтрашнего дня. У нас сейчас на повестке дня это отказ от нефти, от гугля, да, вот эти выбросы. Но отказ от мяса, он тоже, кстати, связан с вредными выбросами атмосферы. Это тоже связано с потеплением. Может быть, это будет как раз вот следующее. Как мы там разберемся, там, перейдем на чистые источники энергии, ну, лет за 15 это произойдет, там, на электромобиле перезайдем, да, перейдем. Тридцать седьмой год. 15-20 лет, потом такие, блядь, пацаны, пора переставать есть мясо. Но время еще есть, мне кажется, не сегодня, не завтра. Это совершенно очевидная вещь. Спасибо большое, отрава. Твои уже потратить, сейчас буду мои трагить. Вот, спонсор Яндекса, отрава спонсора Яндекса. Так что насчет мяса вот тоже. Ну, это, да, не ближайшее время, не ближайшее. Сити Групп. Сити Групп, кстати, интересно. М-видео не хочу, смотри. Чего вы всеми М-видео-то сватаете? Объясните мне, что там с М-видео такое интересное, что вы всеми через одного сватаете М-видео. Ты все проебал, ты все проебал. Что он ебнулся, да, что он стоит очень недорого. Да, блядь, я не хочу брать сеть магазинов российских. Не хочу. Нет, я точно их не буду брать. Как бы они дешево не стоили, ну, Дивов дохуя платят. Дивов платят дохуя. Ну, кроме 20-го. То есть они платят больше 70 рублей. При цене 450 за акцию, если они продолжат платить 70 рублей. Есть NVIDIA, есть NVIDIA. Слушай, ну смотри, кстати, они Дивов в этом году заплатили 73 рубля. 73 рубля. А сейчас стоит 450. 73 рубля – это почти 20% Дивов. Нихуя себе. Давай-ка добавим список. Не хочу брать NVIDIA, добавим список. Ну, их реально немного я бы брал. Чисто дивидендная жадность. Дивидендная жадность, ребята. NVIDIA ваша. Хотя, блядь, как цепом хуйня. Как долго они, кстати, торгуются. Не, ну цена сейчас выглядит реально хорошо. Чё там? И циска ещё интересно, да. Блядь, мы просто сейчас покупаем Microsoft, мы больше не покупаем ничего. Но Microsoft прям крайне хочется. Циска, зараза, вымахал. Циска вот поразевали немножко момент. Надо было раньше брать. У нас есть циска одна, по-моему, да? У нас циска одна. Циска, где ты наша? Циска, циска. Вот, а у нас есть одна циска. Хорошая тоже акция. Мне нравится. Мне нравится. Версинг галага. Не, спасибо. Нравится циска, но, по-моему, сейчас неудачный момент. Ой, Microsoft. Чего-то вы такие дорогие. Тут Microsoft. Intel, бери. Intel мне тоже нравится. Но Intel у нас какое-то количество есть. Intel тоже. Если бы сидел в ситуации, не знаю, что брать, я бы взял Intel. Мне кажется, если возьмем Microsoft, нам даже на M-Video не хватит. Разве что на одну-две акции. Ну, это так, чисто. Microsoft, Microsoft. На 4 цента, кстати, подорожало, пока мы разговаривали. На 4 цента подорожало. Ну, сейчас реально выглядит... Блин, вот по 320 надо было брать. Мне просто кажется, если мы его сейчас не купим, через неделю он будет... Можно предположить, что он вернется вот сюда. Да, он сюда вернется. Можно предположить. Но, скорее всего, он будет здесь. Скорее всего. Я абсолютно уверен, что в долгосроке с Microsoft все будет хорошо. То есть, ну, туда-сюда, туда-сюда. Но в итоге он будет вот здесь вот. Со временем. В этом практически нет сомнений. А сам видео хуй знает. Китайцы вообще рассматриваешь? Ну, у нас сейчас не так мало Китая. Я пока стопну. Там, во-первых, у нас его немало. А, во-вторых, там сейчас такие вещи непонятные происходят. Неизвестно, кончились они, нет. Перестанут они кошмарить своей же собственной компанией или нет. И что-то пока страшновато. Страшновато в Китай влезать дальше. У нас и так значительная часть наших проблем... Ну, как проблем? Неуспехов. Связанных с тем, что у нас Китая немало. Мы его дорого купили, Китай. И потом КПК пошло гнобить свои бизнесы. И сильная просадка из-за Китая у нас практически. Прибыль он всю нашу съел. Тенцент бери. Все, берем Тенцент, ребята. Александр говорит, брать Тенцент. Беру, беру. Давай, Тенцент, давай. А, он не торгуется у нас, кстати. Он в Тинькове не торгуется. Нет Тенцента. Ну, не возьму, извини, Александр. 335 долларов. Это просто грабеж. Грабеж, ребята, это наши деньги за... Ну, считай, за два стрима. За два стрима. За две недели стоит один Microsoft. 335 долларов. Ну, вот у меня 10 долларов есть. Допустим, я беру 325 долларов. Это 24 тысячи рублей. И на сдачу MVideo. Правильно? Так мы будем действовать. Я считаю, это грабеж. Но вообще доллар немножко подешевел. Надо брать сейчас доллар в акцию. Я беру 325 долларов. Тимур мне еще рекомендует Volkswagen. Да блин, Тимур, сейчас у всех компаний, у абсолютно всех компаний планы на электромобили. Просто потому, что если сейчас у какой-то компании нет планов на электромобили, то на нее никто и не посмотрит. Ей никто и руку не пожмет. С ней никто за стол не сядет. Сейчас хочешь, не хочешь, ты смотришь на электромобили. Ну, хотя, ну, выглядит, выглядит сейчас как удачный момент покупать Volkswagen. Павел. Павел, что по Volkswagen уберем? Нет? Ну, мне кажется, я сегодня настроился на Microsoft. Мы вчера, вчера мы на прошлой неделе часть денег оставили специально, чтобы купить Microsoft. И раз уж мы собрались купить Microsoft, надо уже купить. А в следующий раз мы уже будем рассматривать, наверное, Давай, ладно, Citigroup на всякий случай посмотрим. Никогда нет такой проблемы, ни разу не было такого, что заходишь, бля, я не знаю, что купить. Ничего не надо. Спасибо, я все посмотрел. Как в магазин зашел, посмотрел, ушел. Никогда так понял. Всегда есть, что купить. Да, Citigroup сейчас выглядит очень хорошо. Реально хорошо сейчас выглядит Citigroup. Да, Citigroup сейчас выглядит отлично. Так, что, может, может, отложим деньги на Microsoft? Когда мы еще Microsoft? Да, когда мы еще купим Microsoft? Господи, как непросто выбирать? Как непросто выбирать? Аааа! Ааа! Сука! Сука! Что же... Ладно, все, я мужик. Я мужик, я решил. Все, я решил купить Microsoft. Я куплю Microsoft. Это мое мужское решение. Извините. Я покупаю Microsoft. А если вам это не нравится, идите... Блять, еще на 8 центов подорожал. Да ты охуел? То есть ты обалдел? Незостаточно активов для сделки. У меня 335.73. Microsoft стоит 335.51. Покупка. Незостаточно активов для сделки. А ну давай лимитную, смотри, сейчас на лимитную, смотри. 335.50. Вот. Смотри, сейчас купим, сейчас купим, смотри, смотри. Покупка, выставляем, а ну. Лимитную выставили. Давай, сейчас купим, давай, давай. Ну. Все, купили. На! 9 центов осталось, на! Осталось 9 центов, 10 центов осталось. Нам только что цен зачем-то дали, я не знаю, как. Было 9, стало 10. А, наверное, курс упал, наверное. Я не знаю, что произошло, как 9 центов превратились в 10. Все, мы купили Microsoft, ребята. Что это за херня? Что вот это? Ань, не пропадает, смотри. Да уйди ты отсюда, мешаешь. Где наш Microsoft? Покажите. Покажите мне мою покупку. Ну, стоп, а мне деньги забрали, а мы, кажется, не купили, да? Где мой Microsoft? Макро. Слушай, а мы его не купили, да? Нас забрали деньги, чтобы, ну, выставить заявку. Сейчас мы посмотрим внимательно. Если еще отменим заявку и так купим, добавим доллар. Добавим доллар. Да, нет Microsoft. Где наши заявки? Нет, стоп. Активные заявки. А, нету, слушай, все, заявка исполнена. А что, где, где? Был, да, был, я просмотрел Microsoft. Во, вот она, есть? Ля, мы купили за 335.50 и на 23 цента сразу подорожал. Ебать, это акция, ребята. Вот, надо было, не думая, брать. 23 цента уже, как с куста. О, 31 цент. Ебать, он летит, ребята. Это было верное решение. Надо было брать по 335.40. А мы по 335.50 дождались. Давайте все время брать Microsoft. Зачем какие-то другие какие-то дебильные компании? Какие-то там, MVideo, Fimvideo, какие-то General Motors. Для кого вот это все? Посмотри, 32 цента за несколько, за не меньше, чем минуту. Фиксирую прибыль. Фиксирую прибыль, продаю. 32 цента на дороге. Теперь 25 центов. 7 центов куда-то украли только что. Было 32 цента, сейчас 25 центов. Верните 7 центов. Ладно. Ракета. Ловим иксы. О, снова 31 цент, нормально. Ну и на сдаче купим MVideo. Ладно, я не собирался брать MVideo, но что-то, что-то... И мне не нравится вообще сама идея MVideo. Но выглядит сейчас так дешево. У нас хватает как раз на 4 акции, да? 4 акции MVideo, будьте любезны. Опа. А нет, рыночная. Рыночная, пожалуйста. Все, закрыто, да, MVideo? Да, MVideo мы сейчас не сможем купить, потому что до вечера торгуется MVideo. Ну, я завтра с утра постараюсь купить. Если не... Ну, забуду, ну и хер с ним, ладно. Ну, хер с ним, ну не купили, не купили. Но вообще, да, цена выглядит прям отлично, MVideo. MVideo уже сегодня не успеем. Короче, завтра просыпаюсь после обеда. Если цена нормальная, куплю им видео. Если нет, скажу, ну и хер с ним. Apple не рассматриваешь. У нас есть один Apple. Ну, я бы продолжал бы прикупать Apple по хорошей цене. Но это тоже не та компания, от которой можно ждать какой-то хорошей цены. Она никогда сильно не просядет. Никогда. Вот это была прям отличная цена по меркам Apple. Она никогда вот сюда не упадет. Ну, разве что будет какой-то прям катаклизм. Хотя вот тут вот, смотри, нормально проседало. Короче, дождемся какой-нибудь маленькой ямки. Я готов добирать Apple. Я готов добирать Microsoft на ямках на просадках. Готов добирать. Вот. Ну, все, ребята. На сегодня все деньги потратили. Вот так и живем. Так и живем. Все. Нет больше денег. За две недели потратили деньги. И ваши, и мои. Все. Нету. Во. Пустые карманы. Давай напоследок посмотрим, насколько выросла Microsoft. Давай. Давай. Давай все время сидеть и весь стрим смотреть на Microsoft. Где он там? О, 97 центов. Господи, что за ракета? Ты посмотри. Ты посмотри. Вот, по 50 мы купили. Господи. Все, пол доллара. Ты продолжает расти. Это что такое происходит? Господи. Почему я вообще до этого что-то брал, кроме Microsoft? Я сейчас копил Netflix. Эй, ну, давай. А, плюс 3 цента. Плюс 3 цента. Видал? А, минус цент. Ну, ладно. Повеселись и хватит. Блин, ты интереснее, чем в Харстон играть, чем в Dota играть. Фиксируем. Все, фиксируем прибыль. Кстати, мы как-то в нашем телеграм-канале. У нас есть телеграм-канал на тему финансов, инвестиций. Ну, и не только. Иногда там какой-то в топ бывает. Но в основном финансов и инвестиций. Мы как-то считали, насколько должна вырасти акция, чтобы ее можно было продать, ну, хотя бы в ноль, да? Потому что если ты за 100 купил, за 100 продал, то ты получишь убыток за счет того, что ты заплатил комиссии. И мы со средним тарифом Тинькова на 0,04 посчитали, что там буквально несколько десятков, десятых процентов. То есть, например, по-моему, 0,2% или 0,3% что-то там акция вырастает. Все, ты уже можешь продавать без убыток, а дальше все прибыль. То есть, ну, теоретически, да, чуть выросло, ты уже можешь в... Вот мне кажется, при 0,12% уже можно продавать без убыток. Вот. Ну, ладно. Все, все деньги потратили, ребята. Напоминаю еще раз, у нас есть чат в Телеграме. Присоединяйтесь, если вам это интересно. Если вы хотите что-то узнавать, чем-то делиться, задавать вопросы, не стесняйтесь. Если вы хотите тоже, как и я, тратить свои деньги на вот такой вот шоппинг, а потом смотреть, а хули-то мои акции упали, где мои 50 центов, ссылка по стримам. Там есть ссылка, все об инвестициях, все про инвестиции, да? Всем фа по инвестициям все есть. Все, там есть ссылка, там все найдете, там все посмотреть. Там и ролики от меня обучающие, и все-все-все. На сегодня мы с инвестициями закончили. Купили мы Microsoft, погнали играть в игры. Субтитры создавал DimaTorzok